Дефицит предложений на рынке новых авто продолжает толкать цену на машины вверх. Как заявляют аналитики, увеличение стоимости автомобилей в стране не прекращается в течение последних девяти месяцев. Рост продолжится до конца года. По сравнению с ноябрем 2020 стоимость автомобилей выросла более чем на 20%, а отдельные бренды подорожали на 40%. По результатам исследования данных, полученных с помощью специализированных интернет-ресурсов, на рынке новых авто складывается следующая ситуация. За Ладу Гранту дилера просят от 700 тысяч рублей, что на 200 тысяч больше, чем год назад. Ларгус по сравнению с прошлым годом подорожал на 300 тысяч, а за Ладу Весту придется заплатить больше миллиона рублей. Бюджетные иномарки в среднем за год прибавили в цене 300 тысяч. Так за Хенде Солярис придется отдать полтора миллиона рублей. Киа Ри у официальных дилеров продается по цене от 1 миллиона 600 тысяч. Ее одноклассник Volkswagen Polo подорожал на четверть миллиона. Теперь он доступен за 1 миллион 800 тысяч. Меньше всего среди премиальных авто подорожал BMW M2 Competition, прибавив к стоимости 1 миллион за год. За Cadillac Escalade сейчас дилеры просят на 4 миллиона и 300 тысяч больше, чем год назад. Его стоимость начинается от 14 миллионов 350 тысяч. Новый Mercedes G-класса можно купить от 14 миллионов 800 тысяч рублей. Это почти на 4 миллиона дороже, чем в прошлом году. Здесь есть несколько причин. Первая причина это из-за дефицита микрочипов, которые используются в оборудовании автомобилей. Вторая причина это из-за большого количества доп. оборудования, которые устанавливают дилеры. Так как машины приходят меньше, чем например в прошлом году, соответственно людям деваться некуда, они покупают такие автомобили. Дилеры эту ситуацию видят, также цены сверху накручивают и люди также подогревают интерес. Рынок сейчас очень сильно перегрет. Очень много людей, которые хотят купить автомобили и очень мало автомобилей в наличии. Егор Федотов вместе со своей девушкой решил приобрести новую машину и планировал заплатить за нее наличными. После обращения в дилерский центр выяснилось, что нужной модели нет в наличии. И продавцы предложили внести предоплату, чтобы забронировать автомобиль. После чего автосалон позвонил нам и сказал, что наш автомобиль пришел. Далее мы уточнили, такие ли условия будут, чтобы его купить. Оказалось то, что дилер готов продать нам этот автомобиль исключительно на условиях выгодных самому дилеру. Это был кредит, трейд-ин, а также допы. На тот момент сумма была около 1 200 000 рублей. Машина получалась, если учитывать то, что дилер требовал машину в трейд-ин, допы где-то на 200 000 дороже. Предоплату Егору вернули, и он отправился попытать счастье в другой салон. Но там история повторилась, после чего он решил приобрести другую марку автомобиля. В этот раз дилер оказался более сговорчивым и согласился продать авто за наличные, но с предустановленным дополнительным оборудованием, что повлекло незапланированные расходы. Покупателям предложили самим выбрать необходимые опции на определенную дилерам сумму. Телеканал «Самара ГИС» решил самостоятельно проверить, как обстоят дела в дилерских центрах. Наша съемочная группа под видом покупателей обратилась в автосалон. Там стандартно в основном идут сигнализация, защита, ковры, тонировка, сетка в бампере, антишумовая, антигравийная обработка днища колесных арок скрытых полостей. Иногда бывают ветровики стоят, иногда бывает блокиратор либо коробки, либо руля. Ну и так, по мелочи. Поэтому я говорю, там примерно 140-170, в среднем там 150. Приобрести машину за наличные без дополнительных опций все же можно, но поставки желаемой модели в нужной комплектации придется ждать от нескольких месяцев до полугода. Причем на вопрос, сколько будет стоить машина на момент прибытия с завода дилеры пожимают плечами. По словам продавцов, без согласия клиента ничего лишнего на авто не устанавливается. А машины с доп. опциями они предлагают из-за того, что остальные раскуплены. Но документы говорят об обратном. Установка дополнительных опций оформляется в них отдельным заказ-нарядом. Получается, что оборудовать автомобиль по последнему слову техники изъявил желание сам покупатель. В одном из салонов города нам предложили приобрести машину с хорошей скидкой, но она уже успела побывать в ДТП. Как рассказал продавец в дилерском центре, автомобиль упал с автовоза. У него была замена фара и бампер, а также проводились кузовные работы с капотом. За такое авто просит миллион двести тысяч. В погоне за низкой ценой покупатели находят в интернете предложения от неофициальных дилеров, которые зачастую на 30-40% ниже реальной стоимости автомобиля, рассказывает автоэксперт Павел Семенов. По телефону оператор утверждает, что автомобиль в наличии и его можно забирать прямо сегодня. А когда клиент приезжает в салон, продавцы говорят, что машину только что купили или что у нее случайно обнаружился изъян. При этом сразу предлагают рассмотреть другие варианты, стоимость которых выше, чем у официального дилера. Основная задача таких объявлений – заманить людей в салон, чтобы потом убедить покупателей выбрать тот вариант, который нужно реализовать продавцу. Автомобили там чаще всего без гарантии попадаются, потому что не бывает машин ниже заявленной цены, которую завод-изготовитель устанавливает. И, соответственно, вы купите этот автомобиль, и у вас не будет гарантии на новый. Тогда смысл его покупать. И второй момент – опять-таки никакой юридической чистоты не будет. Есть шанс, что у этого автомобиля уже есть собственник. Возможно, это даже юрлицо. Обращаясь к неофициальным дилерам, есть риск нарваться на невыгодный кредит. Банковский специалист отправляет СМС-сообщение покупателю, в котором указан код подтверждения, после чего просит сообщить его якобы для того, чтобы рассчитать сумму платежа. В итоге оказывается, что этот код является цифровой подписью клиента, сообщая который он соглашается с условиями кредита. Однако, по словам Павла Семенова, в Самаре такие случаи – большая редкость. Чаще всего подобные схемы проворачивают в более крупных городах, таких как Москва или Санкт-Петербург. Вернуть авто в такой ситуации и расторгнуть договор проблематично, но возможно, говорят юристы. Машина считается технически сложным устройством, и отказаться от нее можно только если в течение первых двух недель у автомобиля обнаруживается дефект или в процессе использования выявляется существенный недостаток. В первом случае необходимо обратиться к продавцу с требованием вернуть полную стоимость авто. Если 14 дней уже стекли, придется сдать его на экспертизу, результаты которой подтвердят или опровергнут наличие недостатка. Если его присутствие подтверждается, то машину заберут на ремонт, который не может длиться более 45 дней. При превышении этого срока у потребителя есть основание расторгнуть договор купли-продажи и вернуть деньги. Также существенным недостатком будет считаться неисправность, которая возникает неоднократно после проведения ремонта. Последним основанием расторгнуть договор является невозможность пользоваться товаром суммарно более 30 дней в течение года. По словам юристов, вернуть дилеру можно не только машину, но и навязанное дополнительное оборудование. Здесь нужно понимать, какого вида это дополнительное оборудование, потому что это может быть действительно коврик в машину, а может быть сигнализация. И в случае того, если это коврик или дворники, то здесь проблем нету. Их можно вынуть и отдать. Соответственно, автосалон будет обязан вернуть денежные средства. Но если мы говорим о таком доп. оборудовании, как, например, сигнализация, то здесь уже сложнее, потому что это сложное техническое оборудование, которое не подлежит возврату. Такой тип товара, как и в случае с автомобилем, можно вернуть, если у него сразу выявляется дефект или обнаруживается существенный недостаток. Юристы отмечают, что возможно возместить только стоимость товара. Деньги за его установку получить обратно не удастся. Специалисты рекомендуют не затягивать с покупкой. Дефицит предложений на рынке сказывается на цене машин не в пользу покупателя.